Приветствую вас! В жизни могут быть разные ситуации, мужчина может быть осуществляется по какой-то причине, с вами увидится, может быть он нерешительный, может быть он робкий, быть может у него какие-то комплексы и так далее. В любом случае вы этого наверняка не узнаете, да и мы в принципе тоже этого знать не можем. Вы правильно рассчитаете, что вся инициатива должна исходить от молодого человека, в этом я вас целиком и полностью поддерживаю, считаю здесь, что вы правы, но понимаете в чем беда? Беда в том, что часто бывает так, что привычные наши убеждения оказываются бесполезными, бессмысленными или не подходящими для тех или иных ситуаций. Так вот, в случае с вашим мужчиной, вы может быть и даете ему намерки на то, что вы как бы хотели бы с ним увидеться, хотели бы с ним там встретиться и так далее, но он их не понимает. То есть нету какого-то, вот если я правильно вас понял, нету четкой такой окончательной структуры, окончательной формы того, что вы все-таки дали ему шанс на встречу. Я понимаю, что вы показывали ему, что у вас есть свободное время, я понимаю, что вы все это уже делали. Но давайте вы, если он вам симпатичен, и если вы чувствуете, что вы ему симпатичны, давайте вы все-таки один раз предложите откровенную ему встречу. Потому что, смотрите, вы пишите, значит, я давал вам повод понять, что время свободное есть, и никаких преград с моей стороны нет. Но это как бы все-таки пассивное, понимаете, это все-таки пассивное поведение, чтобы окончательно понять, хочет ли мужчина с вами чего-то серьезного или нет, предложите им встретиться. Один раз дайте ему этот шанс, и вот пусть он этим шансом воспользуется. Если воспользуется им плохо, неудачно, если он увидит, что вы идете на контакт совершенно определенно, совершенно четко, совершенно, не знаю, безапелляционно, у него уже не будет возможности как-то иначе интерпретировать ваше поведение. И это означает, что у него не будет возможности повести себя по-другому. И здесь вам станет понятно, либо он действительно просто с вами общается, шучь, играет, либо он действительно не понимал. Мужчины бывают такие, что они не понимают даже таких намеков. Ну, бывают такие. Вообще, мужчины, существа формальной логики, очень часто им нужно прямо сказать, только тогда мужчина может что-то для себя там выявить, что-то для себя там как бы решить, понимаете. Так что, я думаю, в этом случае вашей ситуации достаточно будет просто один раз откровительно сказать, а дальше посмотреть уже на реакцию. Но один раз это будет исключительный случай. То есть, не нужно делать это постоянно. Не нужно давать мужчине понять, что вы сами собираетесь делать это постоянно. Что вы будете это делать все время. Мужчине не нужно это давать понять ни в коем случае. Один раз его пригласили, один раз что-то там сделали, все, больше не нужно. И если он не воспользуется шансом, это его проблема. Если воспользуется, молодец, хорошо, тогда вы будете встречаться. Таким образом, вы ничего не теряете сами для себя. Таким образом, вы даете мужчине шанс, вы даете вам обоим шанс на то, чтобы все-таки отношения сохранить. Ну и вы даете мужчине возможность проявить себя. А как он еще это сделает, проблема его, только его и не ваша. Вот в принципе и все. То есть, понимаете, детский сад, он прекращается решительным взрослым поведением. Решительное взрослое поведение это четкий шаг в сторону человека. То есть, соответственно, ожидание соответствующего шага к вам же на встречу. Если этого шага нет, значит, мужчине вы не нужны. И можно просто-напросто, в противном случае, все время делать шаги, а мужчина так и будет пассивным и делать вид в итоге. Все это вам нужно, все это только вам нужно и ему не так сильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok